Это программа «День с толком» в студии Елена Кузовкина. Здравствуйте! Смотрите выпуски. Обнуление президентских сроков Путина, как эту новость, восприняли на Алтае. Из первых уст навредила ли снежная зима барнаульским дорогам. Перенес ампутацию ног, но руки не опустил молодой пауэрлифтер, доказывая окружающим, что способен на многое. Госдума внесла поправку в обнуление президентских сроков. Это значит, что Владимир Путин может остаться во главе государства до 2036 года. Как на это реагирует на Алтае, узнавала Анастасия Дороган. Если этого захотят люди, заложить в законе возможность для действующего президента вновь избираться на эту должность. Если Конституционный суд Российской Федерации даст официальное заключение, что такая поправка не будет противоречить принципам и основным положениям закона. Он ссылается на Конституционный суд, мол, как тот посмотрит. Да посмотрят. Сегодня скачок доллара уже ничто по сравнению с другой новостью. Депутаты Госдумы проголосовали за поправки, среди которых значится обнуление президентских сроков. Конституция 2.0 – это, скорее всего, новый состав Госдумы и чистый лист для Владимира Путина. Краевой депутат Иван Мордовин полностью поддерживает федеральных коллег. Говорит вопрос, что будет после Путина, постоянно слышит от избирателей. Теперь есть ясность и спокойствие. Прямо будем говорить, у нашей страны есть не только друзья, но и враги, если мы будем говорить, а внешних вызов. Есть не те силы, которые заинтересованы в расшатывании какой-то ситуации. И все они были нацелены на 2024 год как точку такую, когда Путин уже не сможет дальше выдвигаться. И здесь различные варианты какой-то дестабилизации, они, конечно же, прогнозировались. Другие эксперты рассуждают иначе. Историки оглядываются назад, проводят параллели с советским режимом и царской России. Кстати, если Владимира Путина действительно обнулят, то по числу лет правления президент встанет практически в один ряд с главами стран Азии и Африки. А в России будущего поправки могут стать в целом недоработанной конституцией, считает историк Юрий Чернышев. И вообще, говорит, сейчас стране стоит думать о другом, например, о последствиях скачка доллара. Но что касается политической арены, то в нее давно пора опустить свежую кровь. Для страны это не очень хорошо, потому что сменяемость власти, это обновление, это борьба с коррупцией, это все-таки какое-то движение. Если мы будем все время замыкаться, изолироваться, обнуляться и так далее, то это приведет просто к загниванию. Думаю, что нет, нужно все же Конституцию, как положено, два срока, хватит. Если его выбирают, значит народ за него. Очевидно, что за 20 лет у человека было достаточно больше ресурсов, чтобы получить ситуацию. По мнению политолога Константина Лукина, одобрение Путиным обнуление его полномочий на его рейтинге никак не скажется, потому что выводы делать рано. Эксперт подчеркивает, Путин не ответил ни да, ни нет. А значит, за этим шагом могут стоять и другие цели. Вопрос оказался специально подвешен в воздухе. Сделано это для того, чтобы сейчас не хаотизировать процедуру возможных преемников, с тем, чтобы элиты не скатились в войну всех против вся. Ведь это не лучшим образом скажется и на политическом режиме в России, и вообще на существовании российского государства. Своё окончательное решение президент скажет намного позже. До 2024 года времени немало, объясняет Лукин. А пока большинство Госдумы одобрило проект поправок в Конституцию. Алтайские депутаты своё мнение выскажут завтра. Ещё неделю легитимность предложений будет проверять Конституционный суд, а в апреле выскажется вся страна. К другой актуальной для жителей Бурнаула теме. Что хуже для асфальта? Низкие температуры или обилие снега? Прошедшая зима подарила осадков в 2-3 раза больше нормы, зато была относительно тёплой. Как это отразится и уже отразилось на наших дорогах, Андрей Дреер поговорил с учёными и автомобилистами. Максим 8 лет работает на общественном транспорте, но только в прошлом году увидел по-настоящему качественную работу дорожников. И результаты их трудов весной не смыло. Единственное, что трамвайные пути в город, где пересечение с трамвайными путями – проблема. Большая проблема. Везде разбитый асфальт. С этим проблема. Если дорогу строят, то строят основательно, а вот латочный ремонт в Барнауле не налажен. Если какая-то новая выборина в асфальте появилась, она может оставаться без ремонта на протяжении года. Мы с ребятами стараемся обзванивать службы дорожные. В основном друг на друга перепираются. Мы ответственности не несем за этот участок дороги. Всё же Максим считает, что об итогах зимы говорить пока рано. Снег сошёл не везде. С этим согласны и многие автомобилисты. Но какие-то выводы уже готовы сделать. Ну вот снег сошёл, а как дороги? Ну, в принципе, нормально. Вот только мост весь разбитый. И всё, а так-то... Не, новые дороги, вот новые дороги, которые были сделаны последние несколько лет, они в порядке. Которые вот делали за последние годы 4-5, я думаю. Эти дороги вполне себе. Вот на этом мосту вообще, там ушатанная просто дорога. Вчера ехали на такси. Просто аварийные ситуации создаются благодаря вот этому всему. А насколько появлению ям способствовала минувшая зима, мы спросили учёных. Ну, для асфальта лучше, когда много снега. Ну, потому что больших перепадов температуры и сильно отрицательных температур асфальт не любит. Но он также не любит и воду, которая образуется после таяния снега. Ну, ещё в зависимости от того, какая весна будет, то есть насколько бурно всё это будет таять, насколько будут переходы через ноль в ночное время, это может негативно сказаться на состоянии асфальтового покрытия. Видимо, дорожные службы надеются, что тепло не наступит резко. Иначе снег, который не успели вывезти, быстро растает. А вода плюс резкие температурные скачки – главные враги асфальта. Андрей Дрейер, Илья Халяпин. День с толком. Свет в конце тоннеля. В скандальном деле торговой сети Холидей наступил перелом. Суды, которые рассматривают иски ритейлера к поставщикам, больше не торопятся выносить решения в пользу Холидея и тщательно изучают обстоятельства дел. О том, как несколько десятков фирм, объединившись, продолжают искать справедливость в этой непростой ситуации, рассказали за круглым столом. Подробности у Ильи Кочеткова. Напомним, в конце прошлого года стало известно, что обанкротившаяся торговая сеть Холидей, точнее ее конкурсный управляющий, решил взыскать с поставщиков деньги за ранее поставленные товары. Это стало возможным благодаря особой лазейке в законе о банкротстве. Под ударом оказалось около 200 компаний только в Алтайском крае. Суммы от 300 тысяч до нескольких миллионов рублей. Несколько решений суды вынесли в пользу Холидея, поэтому поставщики объединились в подобие профсоюза. И делятся первыми результатами. Нас все-таки слышат, нас услышали. Это и органы исполнительной власти, в первую очередь, помогают нам активно в этом вопросе. Правоохранительные органы тоже, если запросы отправлены, это непростой вопрос. То есть инкриминировать кому-либо уголовную ответственность, мы это прекрасно понимаем. Поэтому все наши запросы, именно правоохранительные органы, они еще пока находятся в неактивной фазе. Но, надеемся, тоже там какие-то моменты будут приняты. Между тем становится понятен истинный масштаб трагедии. Исковые заявления предъявлены десяткам компаний Сибири, Подмосковья, даже Крыма. Претензии на миллиарды рублей. В то же время суды начали переносить заседания на более поздние сроки. Как объяснили юристы, это хороший знак. Судьи стали рассматривать иски более тщательно. Все сошлись на том, что поставщикам надо защищаться еще активнее. Для того, чтобы конкурсный управляющий все-таки посмотрел на ситуацию трезво. И пока не поздно отозвал, не отозвал, а отказался от своих исков. С тем, чтобы ситуацию наконец-то прекратить и не продолжать дальше, собственно говоря, мешать работать всем, причинять убытки всем, на кого сегодня подано. Сколько продлятся судебные тяжбы, никто из участников предположить не может. Холидей пока продолжает, что называется, гнуть свою линию. Между тем, предприниматели уверены, нынешнее дело должно стать прецедентом. Инициативная группа готовит целый ряд поправок в законодательную базу, в частности, в закон о банкротстве. Они намерены продвигать их вплоть до уровня Государственной Думы, чтобы ситуации, подобные делу Холидея, не повторились впредь. Илья Кчетков, Илья Халяпин. День с толком. Продолжаем выпуск. В Алтайском крае до конца марта продлили прием работ на конкурс видеороликов «Мы победили. Жизнь продолжается». С просьбой изменить условия обратились сами участники. Организаторы пошли на встречу и отодвинули сроки на две недели. Напомним, что патриотический проект реализует фонд депутата Государственной Думы Александра Прокопьева, поддерживает его губернатор региона Виктор Томенко. Жители пяти городов Алтайского края и более чем 20 районов уже прислали свои работы на конкурс, который посвящен 75-летию победы в Великой Отечественной войне. Также видеоролики идут из других регионов. Есть заявки из Республики Тыва и Ростовской области. Работы участников можно посмотреть на официальном сайте фонда Александра Прокопьева. Список пополняется ежедневно. И теперь с историями разных семей может познакомиться каждый. Когда ты встретил свою первую любовь после войны? О, не скоро. Когда? Из армии я пришел в 46-м году, а бабушку встретил уже в 55-м году. Так что блуждала где-то моя любовь долго. Участники конкурса, а в основном это, конечно, школьники, рассказывают о ветеранах и тружениках тыла. Многие, изучая семейную летопись, открывают для себя ранее неизвестные страницы биографии своих прадедов, которые не только воевали на полях сражений, но после победы строили высотные дома, поднимали колхозы, осваивали целину, трудились на промышленных предприятиях. Мы увидели, что это не просто работа с материалом, а это совместное эмоциональное присутствие, совместное эмоциональное взаимодействие нескольких поколений. Детально изучить семейный архив, написать сценарий, снять видео и сделать монтаж – это непростая работа. Да, для тех, кто каждый день снимает видео и выкладывает ролики в Ютубе, это проще простого. Однако у людей, которые этим раньше не занимались, возникают сложности. Участники конкурса обратились в фонд Прокопьева с просьбой увеличить срок приема работ, и организаторы продлили конкурс до 31 марта. Напомним, что главный приз – это поездка на 9 мая в Москву. Авторы еще двух роликов получат ноутбук и смартфон. Все подробности на официальном сайте фонда Александра Прокопьева. Евгений Плохотин, Иван Зяблицкий. День с толком. Наш следующий сюжет о герои, но не Великой Отечественной, а герои нашего времени. Он пережил онкологию, перенес ампутацию ног, но не опустил руки. Наоборот, регулярно поднимает их в жиме лежа и собирается на Паралимпиаду. Александр Аксенов, молодой порлифтер из Первомайского района, ежедневно доказывает себе, тренеру и всем знакомым, что и в инвалидной коляске можно быть счастливым и целеустремленным. Не смотрите на вес, это всего лишь разминка. Александру Аксенову потеть в зале два с половиной часа. У парня на спорт большие планы. Сейчас это его главная цель в жизни, которая едва не оборвалась. Спасая от онкологии, Александру провели операцию, но все пошло не по плану. Почку сразу ампутировали ноги, вот еще получается, я так думаю, что они весь день просто пережаты были. Пришел в себя Александр уже инвалидом, без обеих ног. Сначала не понял, что к чему произошло со мной, но как бы со временем осознавал это, бывали такие срывы истерические. Мой близкий позвонил первоначально мне и привел Андрея Александровича Подпальна. Он говорит, я знаю, что ты сейчас, дай бог, нормально все установишься, что ты не будешь сидеть на месте. Я как бы уже мы познакомились и новые какие-то цели перед собой уже видел, что можно жить так. Андрей Подпальный вспоминает, что с абсолютно серым и безжизненным парнем в больнице они проговорили целый час. Восстановившись, Александр начал поднимать первые гантели. В юности занимался греко-римской борьбой, так что тренироваться сразу начал серьезно. И спустя полгода уже стал шестым на чемпионате России. Радует то, что у Александра нет меркантильных целей. Что-то взять, это выцарапать для себя, благодаря залу, спорту и тому подобное. А цель одна – стать паралимпийским чемпионом. Разведение гантелей лежа на горизонтальном мире необходимо для улучшения результата в жиме лежа. Бросить спорт Александру не дает не только стремление, азарт, но и всеобщая поддержка. Друзья помогают с работой дома, а супруга Ирина и не переставала в него верить. Сначала не испугалась онкологии, потом, вопреки отговоркам, вышла замуж за инвалида и счастлива. Спортивным целям мужа рада, но предпочитает видеть в нем исключительно любимого. Я стараюсь в его личное пространство в плане спорта. Я не лезу, я стараюсь сильно не вникать, потому что мне тяжело, когда он там, вот я сегодня 115 килограмм или 105, или там он пожимает. Говорю, ничего мне не говори. Мне тяжело это воспринимать. У меня в перспективе это крепкая семья, в первую очередь, и здоровые дети. Сейчас, кстати, максимум Александра в жиме лежа – 115 килограммов. Может и больше, уверен парень. Нужна лишь постепенная нагрузка. Через несколько лет он намерен заявить о себе уже на мировом паралимпийском уровне. Татьяна Голубева, Анастасия Драган, Николай Шелко. День с толком. Вот на этом у меня все. Через несколько секунд о погоде спонсор прогноза – компания «Эвалар». Спасибо, что остаетесь с нами. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok